Сегодня, друзья, мы с вами попробуем основать собственное королевство, будем строить войска и сражаться с другими королями в игре под названием Manor Lords. Ну а меня зовут Перпятум Иллижай Александр, всем доброго времени суток, уважаемые друзья. Я выбрал нашего лорда, это такой матерый дед в доспехах, видно что бывалый воин, и давайте начинать. Ну и если вам, друзья, понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а каждое королевство, друзья мои, начинается, конечно, с людей, с крестьян, которые сейчас тусуются вокруг вот этих маленьких палаток бездомных. У них есть вол и желание вырасти в настоящую империю. Тут у нас и мужчины, и женщины, что за... Сначала расстраивайте свой город, улучшайте усадьбу, а когда соберетесь силами, заявляйте претензии на регионы, принадлежащие соседям. Так вот, у нас тут и мужчины, и женщины, и я думаю, первое, что нужно построить, это место по добыче древесины, потому что без древесины не бывает городов. Лагерь у нас будет располагаться где-то, пожалуй, тут. Ну что, ребята, берите руки в ноги и начинайте строить. У нас от работы не отлынивает абсолютно никто, будь то Маша, будь то Саша, хотя тут Герман у нас и Эндлин, все будут работать. И за это я их уважаю. Все хотят кушать, а кто не работает, тот не кушает. Также я бы хотел, наверное, сделать тоже что-то приятное крестьянам, а именно построить им какое-то жилье. Тут строительство жилья происходит интересным образом. Мы выбираем зону, например, вот тут, очерчиваем, да, границы, и на месте этих границ будут строиться дома. Первые наши два хозяйства, потому что там не только люди будут жить, но и животные. Курочки какие-то бегать, гуси, свинки, всех их будем мы кушать. Люди, крестьяне должны не только надеяться на деревню, но и на самих себя. Все, начали копать, молодцы. Я бы, конечно, хотел еще и дороги провести. Но пока они копают, давайте, друзья, покажу, как выглядит мир. Есть наша территория, да, вот она. Здесь будет строиться наш город, но есть и соседние места, которые можно будет со временем захватывать. Дипломатия, есть различные правители, но с ними пока взаимодействовать я не буду. Сделаем вид, что нас просто не существует. Мы притаились, начинаем развиваться. Так, вы что не строите? Не понимаю. А, друзья, да, еще не показал вам. Тут происходит интересное строительство. Чтобы чего-то построить, нужно иметь ресурсы. Поэтому Вол берет бревно, огромное, тяжелое, вот это, вот это, и тащит его на место строительства. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вообще, мир довольно реалистичный. Можно было бы и от первого лица поиграть. Если бы такая возможность была, это было бы кайфово. Но нет, к сожалению, пока нет. Вот он схватил бревно и подтащил. Поэтому я предлагаю нанять еще одного Вола, чтобы строительство происходило быстрее. Размещен заказ на скотину. Но где мы заказываем этого Вола, я не знаю. Вообще, у нас есть, конечно, вот такой королевский тракт, если так его можно назвать, да? Дорога, которая соединяет разные провинции. И, наверное, как-то через эту дорогу и происходит заказ. Мы чем-то платим, и нам притаскивают Вола. Ну, здорово. Давайте немного ускорим ход событий, чтобы быстрее закончить строительство лагеря дровосеков. Вот, притачили ресурсы. Осталось просто немного постучать молотком, и будет здорово. Нужен еще один хлев, да? Стойка для скота. Потому что мы заказали еще одного товарища, а размещать его негде. Давайте построим еще одну стойку для скота, но я не знаю, где. Рядом с жилым домом! Хотя тогда вход будет заблокирован. Это не здорово. Но я не знаю, где-то тут. Пожалуй, как-то вот так. Ну и дороги возведем. Раз. Раз. Строим дорогу. И дорога должна вести еще и к месту работы. Шикарно! Плюс, конечно, от этого места можно соединить вот так, вот так и... Все строения практически у нас соединены дорогой. Благодаря этому работа будет идти гораздо шустрее. Потому что, ну, по дорогам люди перемещаются проще и быстрее. Как бы банально это ни звучало. И посмотрите. Тормози, тормози. Как происходит детально строительство домов, да? Каждый этап можно проследить. Это просто вау. А вот хозяйство готовое. У нас есть дом. Есть какое-то корыто, где можно искупаться. И место для скота домашнего. То есть тут будут бегать реально курицы, коровки, обезьянки. Ладно, обезьянки не будут бегать. Но свинки будут. И зимой, когда людям нечего есть... Хотя ладно, так со скотом не обращаются. Корову берегут как зеницу ока. Потому что это молоко, это творог, это сметана, это кефир. До меня дошли рассказы о ваших свершениях. Я лишь хочу защитить свои права и свое доброе имя от посягательства недоброжелателей. Надеюсь, вы не будете судить обо мне по тем слухам и сплетням, что распространяют недоброходы. Чувак, ну вот ты так выглядишь, что я бы тебе вообще не стал доверять. Вот вообще бы не стал тебе доверять. Ты какой-то, как помидор. Ладно, я бы мог ему... У вас нет никаких прав. Я бы хотел написать ему мир вам, но я не могу ничего написать ему пока. Поэтому просто примем к сведению, что да, он как бы с нами связался. Мы не желаем ему зла, он не желает нам, я надеюсь. А у нас увеличилось население. Было 10, а стало 11. 8 мужчин и 3 женщины. Бездомность все еще существует. Нам нужно построить склад, амбар, стойку для скота, но мы строим ее. Вон она достраивается. И я бы хотел еще обеспечить людей едой. Вопрос только в том какой. Тут у нас ягоды, тут у нас глина, железо. Я думаю, что стоило бы построить хижину охотника. Давайте так и поступим. Хижина охотника у нас вот тут. Если поставить в зоне, то животные будут бояться и начнут мигрировать. Поэтому поставим рядом, чтобы зверюшек милых не беспокоить. Дороги я умею проводить, спасибо. И смотрите, по королевскому тракту гуляют какие-то люди. Переселенцы? Они идут жить к нам, я надеюсь? Уже 12 человек. Кайф. Так. Надо соединить нашу деревню с этим королевским трактом. О. А тут, оказывается, еще развилка есть. Понятно. Давайте тогда соединим вот так. И? Отсюда откуда-то? Вот так. Ну, по-моему, неплохо. У нас появятся охотники. Волл один или два уже. Я вижу пока только... Нет, два, 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 два. У нас работает два. Давайте направим людей, хотя бы двух человек, на добычу древесины. Ну, и еще. Хозяйство я бы построил, чтобы люди смогли найти себе убежище. Рано или поздно пойдет дождь, будет ветер, слякать. Людям захочется тепла и уюта. Согреться дома у печки. Поэтому жилье. Сперва обеспечим всех жильем и едой. Водой еще нужно будет обеспечить, но это чуточку позже. В этот раз хозяйство у нас будет располагаться, наверное... Широкая улица. Нужна ли нам Широкая улица? Стой, отмена. Какая-то фигня получается. Вот так. Недостаточно товаров. Каких товаров? А почему здесь такие маленькие, а здесь... В чем прикол? Оно по размеру, видите, отличается как-то. Появляются дополнительные постройки. Вот это вот что. Сбоку. Справа. Стоимость строительства 6. А у нас всего лишь одна древесина, да? Ну, я бы просто хотел дать задание, типа, на будущее, чтобы строили. Но придется поднакопить немного древесины. Даже можно отправить дополнительно людей. У нас всего лишь одна древесина. Что там по хижине охотника? Ее начали строить вообще или нет? Приоритет повышать я пока не буду. Еще бы колодец построить. Но это уже после строительства дополнительных домов. Потом, друзья, когда мы обеспечим людей всем необходимым, первостепенным, можно будет задумываться об обороне. Да, крестьяне могут взять в руки виллы, палки какие-то заточенные. Получится копье. Но лучше мечи. А вообще вид, конечно, прекрасный, а? Выглядит сногсшибательно. Для стратежки впечатляет. Вон даже птицы летают. Вау. Класс. Красиво выглядит. Очень нравится. Так. Что там по древесине? Все еще одна? Три человека работают. Я не слышу, как топоры стучат по деревьям. Я не слышу, как деревья валятся. А нет. О! Этот звук ласкает мой слух. Звук работы. Ты что делаешь? А, ну да, наверное, ты повалил дерево и теперь рубишь его на доски. Молочинка. Давайте немного ускоримся. Тун-тун-тун. Туда это дерево. Две древесины, но все еще мало. Остальные чем заняты? Но я надеюсь, они строят хижину охотника. Где она должна быть где-то? Опа, 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 опа. Достраивайте. Да, пока у нас проблем с едой нет, но они появятся. Хижина охотника готова. Пока назначим туда двоих. Все, проблемы с едой будут решены. Смотрите. Взял лук. И пошел охотиться на зверей. Вон они. Оленята бегают. Вон они, вон они. Вкусные, аппетитные. Еще и кожу с них можно будет собрать. Сейчас стреляешь. Смотрите, притаились в траве. Несколько выстрелов. И олень повален. Вот такого оленя хватит, чтобы прокормить нашу деревушку. На несколько, я думаю, дней. Уж точно, если не на неделю. 12 человек всего лишь у нас живет. Древесины 4. Так. Ну что, тогда давайте построим еще хозяйство. Уже можем себе позволить. Так. Плотненько хочу, чтобы было все. Но так плотно не хочу. Тогда между ними... А хотя давай. Все, давай так. Просто я хотел, чтобы дорожка была между домами. Но нормально и так. Если люди захотят куда-то пойти, они пойдут вот здесь. Дорогу проведу. Сразу. Давайте мы так и поступим. Вот так она огибает. Очень удобно сделано. Чтобы в будущем можно было просто вдоль дороги строить что-то. Те же самые дома. И будет здорово. Тут будет хранилище еды и так далее. Для строительных работ требуются незанятые семьи. Хозяйство уровень 1. Да у нас как бы вроде бы есть незанятые семьи. Не все же у нас работают. Сейчас мы достроим эти два хозяйства. И после этого... Хотя нужно и третье хозяйство. Знаете, я наверное и третье хозяйство сделаю. Можно сделать вот так, да? Домик в углу будет располагаться. Классно, на перекрестке. Прикольно, что можно менять форму. Обычно в стратежках у тебя есть там квадратная какая-то зона, да? Ты ее выбираешь, ставишь. Все, квадрат стоит. А тут вот можно всякие геометрические приколы выдумывать. Ну и делать хозяйство побольше, поменьше. Конечно, чем больше хозяйства, тем лучше. У крестьянина будет больше скота. Крупного, рогатого и маленького пернатого. И это деньги. Он будет платить налоги. Потому что казна у нас ноль монет. У нас нет налогов. Нам просто не платят. Уровень одобрения. Главная проблема бездомность. Давайте ускоримся. Давай, давай, давай. Тащи, тащи бревно. Моя Эндлин, какая ты молочинка. Расцеловал бы тебя. Семья требует больше места под свой ларек. Так, негде хранить, да, еду? Амбар. Нужен амбар. Ну уж, как бы, а где я возьму амбар? Я пока пытаюсь решить проблему бездомных. Ничего страшного, если люди будут хранить мясо у себя дома там или прямо в лагере охотников. Я думаю, никто не сломается из-за этого. Вала третьего бы я купил. Прикольно, что на 12 человек аж целых два вала. Но этого все равно мало. А бедных животных жалко. Их заставляют таскать тяжести. Просто реально заставляют работать в неудобном вот этих вот колодках, да, на голове. Бедные животные. Но без них человечество не развилось. Большое-большое спасибо вот таким вот буйволам и валам, которые таскают ресурсы. И помогают? Ну, помогали. Сейчас, конечно, уже никто так почти не использует животных. Где-то, безусловно, используют. Но в основном заменили животных на трактора. Это быстрее. И проще. А город наш называется Звио. Есть еще различные, смотрите, друзья, ветки развития. Кузнечное дело, какая-то торговля, лесничество. Сельское хозяйство. Круто. Но я уже хочу напасть на кого-то, собрать небольшое войско и вторгнуться на чьи-то земли. Хотя мы и свои пока не заселили. К таким вещам нужно готовиться основательно. Так, вот наша деревушка. Красивая, уютная. Как будто у бабушки в деревне, да? Ходят люди. Не суетятся, что-то делают. Так, а что из еды у нас? Хлеб, припасы. Ну, давайте высший приоритет. Сконцентрируемся пока на одном хозяйстве, чтобы появились дополнительные руки рабочие. Плюс нам было бы очень хорошо построить, знаете что, друзья? Дом дровосеков, чтобы мы могли заготавливать дрова. Людям понадобятся дрова. Людям нужно будет себя согревать. Дом дровосека будет располагаться рядом. Чтобы далеко не приходилось таскать, да? Вот так. Людям для жизни нужны дрова, еда, вода. Все. Поэтому колодец тоже мы с вами построим. Вот только где? Вот колодец. Хм, это источник воды, да, здесь? Подземная река. Круто, что люди придумали такую штуку, как колодец. Раньше приходилось селиться около воды. Ну, а потом с появлением колодца люди могли заходить глубже, да? В леса и копать колодцы и там селиться. А раньше как? Ты без воды далеко не уедешь. Ну, еще до появления колодцев, я имею в виду. Колодец тоже великое изобретение. И оно у нас будет. Итого, мясо есть. Шашлык пожарят. Водой запьют из колодца. Дрова возьмут. Дома согреются. Дождь пошел. И это плохо? Это очень плохо, что идет дождь, а дома все еще недостроенные. Что требуется? Склад, амбар, дома. Мерзнуть. Зимой они могут замерзнуть. Но до зимы у нас еще... У нас пока только апрель. До зимы еще времени. Будь здоров. Успеем и дрова заготовить. И для скотины было бы неплохо заготовить сено. И какой-то амбар построить. Где скотина будет чувствовать себя прекрасно. Надо просто подождать. Нет, они не хотят дом строить. У них что, выходные? Я не понимаю. Или что? Че бездельничают? Припасы, хранящиеся под открытым небом, промокли. Ну так, конечно. Хлеб, когда мокнет, это не очень круто. Он все еще съедобен, но не так вкусен. Свежий хлеб вкуснее. Не мокрый. Давайте одного человека уберем с древесины. Потому что древесины-то у нас, ну, более чем. Даже можно двоих, я думаю, убрать. Не хватает пока у нас рабочих рук. Уж извините. Не понимаю, чем люди занимаются. Вроде бы стойло для скота построили. И одно и второе. Можно еще одного вала заказать. А в одном стойле только один вол может храниться, да? Давайте на будущее построим еще одно место для скота. Вот так. А что сюда не вылазит? Вот так бы. А что он сюда не вылазит? Вроде место есть, а он не вылазит. Ладно, на будущее сразу. Еще одно стоило. То, что оно под открытым небом, конечно, такое себе. Но животные тоже, знаете, под открытым небом живут. И ничего. Опа! Построилось хозяйство. Шикарно. Плюс человек появился. Каждый дом дает плюс одного человека, да? Пока. Может быть, потом они еще рождаться будут? Это было бы здорово. Но пока вон строятся. Молодцы вы мои. Молодцы. Четвертое хозяйство. И все дома отличаются архитектурно, да? Обратите внимание, они все разные. Есть общие черты, но они разные. Хотя вот этот и вот этот, похоже, одинаковые. Но все равно круто. Было бы еще круто заглянуть внутрь, посмотреть, как живут люди, как устроен быт. Но внутрь заглянуть нельзя, только что через окошко. Но ничего не видно. Жаль. Жаль. Опа! И этот дом уже достроили. Вот это вы шустрые. У поселения повысился уровень. Чтобы обеспечить прирост населения, вам нужно выделить достаточное число участков под хозяйство. И поднять уровень одобрения выше 50%. У нас есть колодец, у нас есть жилые дома. 14 человек. Лагерь дровосеков для заготовки дров. А, это сено. Я думал, камни положили вот так, да? Это все-таки нормально, нормально. Болезни. Так, погодите. Давайте немного темп замедлим, потому что надо понять, что мы хотим сделать следующим шагом. Амбар построить и хранилище. Вот что. Так, амбар. Ну, рядом с людьми, наверное, было бы логично его построить. Чтобы люди быстро имели доступ к еде. Да? Вот так вот, прямо возле жилых домов. Или в центре города. Чтобы все дома имели быстрый доступ. Давай в центре. И дорогу проведем. Это у нас центр города. Вокруг амбара. Дальше. Склад ресурсов. Ну, опять же, его построить я даже не знаю где. Рядом с валами. Либо тут, где производственные территории. Давайте рядом с валами. Тогда быстрее смогут животные таскать вещи. Мне кажется так. Но пока... Ой-ой, ресурсы заканчиваются. Топливо и еда. Еды у нас на 6 месяцев. А топливо всего лишь на 2. Но вот мы решили этот вопрос. 2 человека будут заготавливать дрова. Готовимся к зиме. По сути, все крестьяне только и жили тем, что готовились к зиме. Они круглый год собирали ресурсы. Еду, воду, древесину заготавливали. Сено для животных. Чтобы просто перезимовать. И так каждый год. Весну, лето, осень ты готовишься к зиме. Даже сказка, помните, такая есть? Лето красное пропело. Оглянуться не успело. Как зима катит в глаза. Там про стрекозу и муравья. Стрекоза нифига не делала. Летала, просто балдела. И нормально ей было. А потом зима. И что такое? Что делать? Муравей помоги. А муравей такой. Ну, вот сама виновата. Так. Для строительства требуются незанятые семьи. А где ж мне их взять? Первый уровень поселения. Хозяйство второго уровня или выше? Для того, чтобы уровень поселения рос. Огород мы можем... Это мы можем... Курятник? Курятник! У нас будет курятник! Мама родная! Курятник? Тут у нас пускай... А не хватает ресурсов. Курятник. А это... Курятник. Подожди. А погоди. А курятник он же будет на всех работать? Или только на эту семью? Жесть. А у нас курицы будут, друзья. Сюда! Курочки. Культуры. А что, подожди, для курятника нужно? Я даже не знаю, что это. Вэллс. Это пшено, наверное? Так, нам надо выращивать пшено, друзья. В этом году, наверное, пшено уже не вырастет. Только в следующем. Но давайте посмотрим. Земледелие. Поле. Пшеница, лен и ячмень. Система земледелия в Мэнер Лордс устроена таким образом, что поля в этой игре должны быть очень большими. Однако ручная распашка занимает много времени. Для начальной деревни попробуйтесь обойтись полем размером приблизительно в один Морген. Че? Че такое Морген? Если вы хотите отвезти этот регион под сельское хозяйство, в дальнейшем можно потратить очки развития и тяжелый плуг. Он позволяет гораздо эффективнее распахивать поле благодаря валам. Также держите в уме показатель плодородности почвы. Некоторые культуры в этом плане очень привередливые. Так. Ну, плодородная почва у нас тут. И на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, вам понравился этот видос. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи, пока и счастья вам. Берегите себя. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok